Ирина, если говорить про категорию мясо-птиц охлажденной продукции, то какую долю сейчас в общем товарообороте она составляет в вашей торговой сети? Я думаю, если мы говорим все-таки о продуктах питания, то стоит говорить, что в части продовольственных товаров в сети Ашан занимает достаточно существенную долю. Она примерно равна 9%. И это действительно существенно. Это во всем продовольственном сегменте в Ашане. А вот эта цифра в последнее время как-то она меняется? Вообще люди больше, меньше мяса едят? Вы знаете, я, наверное, не скажу ничего нового, если скажу, что эта цифра растет. Потому что в последние годы и в Ашане тенденция совершенно эквивалентна тенденции всей страны, а тренд такой же, он одинаков. Люди предпочитают охлажденное мясо и птицу. И мы видим устойчивый рост потребления в этой категории. Замороженные, колбасы, деликатесы. Я бы не сказала, что перераспределение спроса существенно ушло из, скажем так, колбас, сосисок, сарделек в мясо и птицу. Но то, что мы существенно ушли из замороженного мяса в охлажденное, это уже неоспоримый факт. Предпочтение покупателей, получается, меняется с поправкой, скажем, на тренд ЗОЖ, который сейчас у нас диктует моду во многих категориях. Ну, я думаю, да, но скорее все-таки это тренд свежесть. Свежесть. Охлажденное мясо стало доступным. И мясо, и птица. Ассортимент стал широким. Растет доверие потребителей к охлажденному сегменту. И, конечно, ЗОЖ, куда же без него. Доверие больше. Охлажденный продукт воспринимается как более свежий. Если говорить о производителях, то, скажем, в регионе, какому-то маленькому фермерскому хозяйству, вообще реально попасть на полу кашан? Все-таки у вас там не про миксы, как все говорят. Вот вы сейчас затронули такой серьезный пласт, миф. Миф о том, что на полку в федеральную сеть, в регионе, маленькому производителю попасть невозможно. Это не так. Во-первых, очень легко попасть на полку. Ну, а если говорить о башане, то у нас даже есть специальный ресурс. У нас есть так называемый голос поставщика. Любой поставщик, любой производитель России в любом регионе может зайти к нам на сайт и оставить анкету в голосе поставщика и заявить о своем желании работать с нами. И дальше что происходит? Дальше происходит все очень серьезно, потому что мы совершенно точно рассматриваем все анкеты, которые к нам приходят. И мы очень серьезно их рассматриваем, потому что мы анализируем полку региона, если это региональный поставщик, смотрим, какие потребности наших клиентов не закрыты в том или ином регионе, что может предложить нам поставщик с точки зрения ответа потребностям наших клиентов. И если такая потребность у нас есть, мы с удовольствием начнем работать с поставщиком. Но надо помнить, что в Ашане очень серьезные, я бы даже сказала суровые требования к качеству продукции. То есть сколько это времени занимает средний, допустим, вас удовлетворило, что человек выращивает курицу, в регионе не хватает курицы, вы готовы брать ее в полку. Вот сколько времени проходит до того, как пришла заявка на сайт, до того, как это легло на полку? В среднем месяц-полтора. Но вы должны понимать, что мы за это время делаем огромную работу, потому что мы проверяем поставщика со всех сторон, и не мы лично, потому что департамент качества Ашан работает очень серьезно. Мы работаем с очень солидными и с высокой репутацией компаниями-аудиторами. Мы организуем аудит абсолютно за наш счет. Это совершенно бесплатно для наших поставщиков. И независимую экспертизу и аудит проводим предприятия. И нас интересует все. Начиная от санитарных норм, соблюдения прослеживаемости производства продукции, соблюдения социальных требований норм российского законодательства, мы полностью проверяем предприятие. И если оно отвечает нормам и требованиям, мы с удовольствием заключаем с ним договор. Кто-то доживает до конца? Много доживают. Много доживают. Вы знаете, на самом деле, требования неисполнимы. Больше скажу, если предприятие по той или иной причине не отвечает сегодня нашим требованиям, то мы рекомендуем, что необходимо сделать, чтобы отвечать. И у предприятия, безусловно, есть второй шанс. Есть и обратная сторона, когда мы очень внимательно следим за ситуацией в регионе, точно знаем любимые марки покупателей региона. И если тот или иной производитель является любимой маркой региона, но не является нашим поставщиком, мы обязательно с ним связываемся, предлагаем стать нашим поставщиком. Но это не отменяет независимый аудит. А ваш завод в Томбове? Он открылся в 2015 году, начали строить? В середине, в июле 2017 года. В июле 2017 года. А вы сейчас там делаете, собственно, производство охлажденных продукций? Да. Из какого сырья? Свинина, говядина, кролики. Чьё? Российское, конечно. Я понимаю, в смысле, это ваши какие-то, как бы, относящиеся к вашей компании в хозяйстве, либо это сторонняя закупка? Нет, это всегда сторонняя закупка, но в Ашане есть очень такая серьезная программа, которая называется «Фильеры». Ну, в российской интерпретации, в русской интерпретации. На самом деле, программа такое название получила от французского «Филь», «Нить». И Ашан имплементирует эту программу во всем мире. Что значит эта программа? Это программа о том, как взаимодействует ритейлер, в нашем случае через свое собственное производство полуфабрикатов с производителями, давая им свои знания, гарантируя им постоянный сбыт, гарантированный сбыт своего сырья и работая вместе с ними над качеством и прослеживаемостью сырья для того, чтобы производить только из самого надежного сырья продукцию для наших потребителей. Это основное правило работы на нашем заводе. То есть, когда мы работаем с нашими поставщиками, мы, наверное, ведем себя достаточно жестко, потому что мы обязательно организуем независимые аудиты, постоянно повторяющиеся. Мы хотим знать все о том, откуда поступило сырье и какое это сырье, начиная от рождения животного и заканчивая убоем. А для наших потребителей мы знаем историю каждого продукта, который мы продаем, от рождения до прилавка. Зачем потребовался савод? То есть, не хватало, так удобнее, не хватало, может, закупки просто у фермера, например, у фермера? Вы знаете, мы когда-то, ну, пару лет назад провели очень внимательно, ну, мы когда думали о предприятии, мы оценивали и спрашивали наших потребителей, ведь всегда любой ответ мы должны искать у наших потребителей, что они ждут от продукции на полке. И вы знаете, оказалось, что цена – это вовсе не первый фактор. Первым фактором оказалась свежесть и внешний вид. Именно для того, чтобы гарантировать свежесть, и именно для того, чтобы поднять доверие наших потребителей к продукту, мы решили организовать собственное производство. Ведь в Ашане изначально были собственные производства в гипермаркетах, но мы понимали, что вот эту вот практику нужно транслировать на всю Россию, и на магазины всех форматов Ашане, магазины, многих форматов гипермаркетов, супермаркетов, и магазины формата магазину дома. И для того, чтобы наш продукт был таким, которому потребитель полностью доверяет, мы решили, что необходимо производить его самим. Но у вас же получается один завод в Тамбове, это не центральная Россия, а Ашана до Дальнего Востока. То есть это, получается, завод, который работает на центральную Россию? Нет, мы можем доставлять продукции до Новосибирска. Почему нет? Нет, ну что вы. У нас достаточно хорошие дороги в России, а современная упаковка позволяет гарантировать свежесть продукта до нескольких недель. То есть вы этим заводом закрываете большую часть потребностей? Мы закрываем достаточно большую часть потребностей, но это не отрицает того, что все-таки мы должны дать потребителю право выбора. Значит, самые лучшие производители России, они у нас на полке также есть, и местные производители тоже есть. То есть мы не хотим закрыть своим производством всю полку. Добрый вечер, это ваш СТМ? Да. А вот с точки зрения образования, ценовой политики, у вас получается СТМ как на полке? Вы знаете, для нас, если говорить о мясе, ведь, собственно, собственное производство, получается, что СТМ есть во всех ценовых сегментах. То есть и в товарах первой цены, и среднего ценового сегмента, и высокого ценового сегмента. Это зависит от того, той части мяса, от того продукта, который мы продаем. Важно другое. Главная задача, и самая сложная задача, это дать нашим потребителям качественный и свежий продукт во всех ценовых сегментах.